Я на такое не подписывалась, зато подписалась на Газпром Бонус. Каждый день со мной, бонусы, скидки под рукой. Подписка Газпром Бонус с выгодой для жизни. Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня у нас воскресенье, у меня ленивый день, ничего не хочу делать. Уложила сейчас Машу спать, дождик был, пришло у нас промокшее. И отправила мужа, вот он сейчас натирается, гуляет с Машулькой, она спит, он там за ней смотрит. И Элина с Софией с ним там сидят. А я пришла домой, сейчас хочу накраситься, привести себя в порядок, сделать себе маникюр. И, возможно, вечером выберемся, поедем куда-нибудь погулять, ну как погода будет. Потому что сейчас у нас тучки, пасмурно и похолодало. Если вот в предыдущую неделю прям была жара, мне кажется, плюс 30, то сейчас, конечно, стало уже посвежее, попрохладнее. И можно хоть с Машей выйти на улицу погулять. Сейчас буду краситься, просили показать, что я использую, как я крашусь. И не обращайте внимания, видите, какое у меня здесь бедно. Это меня укусила пчела, представляете? Я, в общем, на террасе за качелями у меня там лежал спортивный коврик. Потянулась его взять, и на качелях, видимо, сидела пчела. А я чувствую, что-то кольнуло. Я смотрю, на качелях ничего нет. А потом смотрю, пчела летает точно. Конечно, ощущения непередаваемые. Но мне повезло, что жало не торчало, не надо было ничего доставать. Вот, сначала я лед приложила. Ну, сначала как-то так больно было. Потом все утихло, и просто была маленькая точка. Я думаю, ну, ничего себе, такой укус от пчелы, и ничего не осталось. Был только неприятно, знаете, когда одежда соприкасалась вот с этими местами. Ночью просто так зудило, ужас. И с утра я уже проснулась, у меня было вот такое вот огромное пятно. Вокруг, в общем, все красное было. Но вот сегодня уже какой получается. Третий день, сегодня уже получше. Так, наношу я тональную основу. У меня вот такая вот. Распределяю тональную основу. Делаю я это при помощи кисточки. Когда делаю руками, мышься, когда по-разному. И спрашивайте, Катя, бывает у вас никогда, когда вы ленитесь, когда вы ничего не хотите? Ну, как раз сегодня такой день. Поэтому буду краситься, буду ухаживать за собой. И с вами поболтаю. Тональная основа мне очень нравится. Она прям так хорошо ложится. Не окисляется на лице. Вот. И держится, в принципе, весь день. Я вот совершенно не всегда крашусь, далеко не каждый день. Но когда снимаю видео, я и наношу тональную основу, делаю макияж. Потому что камера все равно съедает цвет. Особенно я сейчас вот снимаю на айфон. Особенно если это профессиональная камера, то она немножко так искажает картинку. И вот если айфон, он подсвечивает, знаете, какие-то такие недостатки, неровности, то профессиональная камера, она больше сглаживает. Вот. Но айфон тоже, знаете, так блюрит. Вот мне говорят, там иногда, Катя, прям как не ваше лицо. Я когда снимаю у окна, допустим, на телефон, то вот солнечный свет, он, конечно, делает свое дело. То есть лицо такое прям становится заблюренное. Вот. А сейчас я снимаю, ну, не у окна, а у туалетного столика. И картинка такая уже более, ну, более соответствующая действительности. А нанесла я корректор. У меня корректор Dior Skin Forever. Мне его еще тогда подбирала девушка, когда я ходила на курс макияж для себя. Следующий наношу, это бронзер. У меня вот такой от Tom Ford в оттенке 02 терра. А я, кстати, девочки заметили, больше не покрываю гей-лаком ногти. У меня, в общем, был красный гей-лак. Я должна была идти к мастеру, ну, в салон, делать коррекцию. Но у меня не получилось. У меня, в общем, за последний год очень часто какие-то переносы, потому что, ну, не могу марш оставить. Вот. И красный был гей-лак. А я же видео снимаю. У меня же руки всегда в кадре. Я не могу вот с таким вот отросшим красным цветом. В итоге я его сняла себе сама. Вот. А потом уже, когда пошла в салон, думаю, ну, отдохну. Не буду пока покрывать. Отдохну. Пускай срастет. Потому что я очень долго хожу с гей-лаком. Вообще без отдыха. А теперь понимаю, что я даже не хочу. Не хочу покрывать. Мы наносим тинт. Я вот себе заказала домой. И он где-то держится неделю. Классно. Нужна ни база, ни топ, ничего. Просто наносим на ногти. Вот. И буду тоже в домашних условиях. Единственное, что, конечно, на маникюр теперь нужно почаще ходить, чем на ногти. То есть на ногти я ходила где-то раз в три недели. Коррекцию делала гей-лак. А на маникюр, наверное, раз в 10 дней нужно. Зато это не так долго. Буквально, я не знаю, час и все готово. Я делаю маникюр не обрезной. Вот. Ну, просто мне вот тинт там покрывает и уходит за руками. Нанесла румяна. У меня это мак румяна Melba. По-моему, этот оттенок не выпускается. Но он очень красивый. Мне нравится. И теперь наношу хайлайтер. Хайлайтер у меня вот такой вот Dior. оттенок 01, нут glow. У меня долгожданные минуты тишины. Старшая дочка занимается английским. Младшая у нас жила на сон. Кстати, сейчас расскажу, где мы занимаемся. Занимаемся мы в онлайн-школе английского языка Letters. Это школа для детей и подростков от 8 до 17 лет. Мы занимаемся, чтобы подтянуть пробелы и чтобы улучшить разговор на английский. Вообще, там можно научиться говорить грамотно и без стеснения, подтянуть какие-то пробелы по школьной программе. Ну и, конечно, подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Конечно, такой онлайн-формат очень удобен. Не нужно тратить время на дорогу. Но и современные технологии позволяют сделать этот процесс максимально удобным и комфортным как для детей, так и для педагога. У меня Лиза общается с педагогом по видео и в чате, и в этом же окне интерактивный учебник. Конечно же, преподаватели, там мастера своего дела, еще до оплаты вы поймете, комфортно ли вашему ребенку с педагогом. Потому что вводный урок проведет именно будущий преподаватель, а не менеджер по продажам. Сегодня есть возможность записать своего ребенка на первый бесплатный урок с педагогом и оценить формат. А по промокоду ГУРЬЯНОВО40 будет действовать скидка 40% на первую оплату обучения. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код с экрана и переходите на первый бесплатный урок, пока есть такая возможность. Для бровей у меня карандашик от Tom Ford 04 Espresso. Вот такой вот. Он, конечно, не бюджетный, но его хватает очень надолго. И у него в комплекте идет, в общем, запасной стикер. Ну, не стикер, а вот эта вот палочка. Брови я себе вообще никак не рисую. Я просто подвожу по линии роста бровей, вот по нижней. А так, когда хожу на маникюр, ну, и просто в салон хожу, обычно это все совмещаю с бровями. То есть мне красит краской, не хной, потому что хна у меня вообще не держится. Еще хотела у вас спросить касательно процедуры для тела. Меня вот спрашивали, что я делала. Я себе еще пока ничего не делала, потому что, ну, практически для всего грудное вскармливание является противопоказанием. Но хочу сделать, когда закончу, знаете что? Это я хочу сделать Morpheus 8, по-моему, называется, на живот, чтобы кожа подтянулась. Ну, потому что вот у меня нету растяжек, но все равно кожа после трех беременностей, она растянулась. И вот, допустим, там под какой-то одеждой, таким морщинками собирается, мне это не нравится. И хочу сделать Айкун, вот. Кто делал, поделитесь вообще, что действенное, хорошее делали для тела. И вот для лица хочу сделать, говорила вам, Люмекка называется. Вот кто из Нижнего Новгорода, у нас все вот эти вот аппараты есть в салоне Дон Луна. Я хочу туда сходить. Честно, я не знаю, как вот эти процедуры влияют на ГВ. Возможно, уже у меня ребенок большой, нам больше года. Возможно, можно уже. Хочу сходить на консультацию. Девочки, ходила вниз, потому что у меня там сейчас лежал карандаш. Мой любимый для губ, вам покажу. Значит, карандаш By Milla Clemenco, оттенок 501. Вот так он выглядит. Мне он пришел в рассылке золотого яблока. Я не знаю. Наверное, там и продается. Я не сама его покупала. И еще мне очень нравится, значит, Пупа 004, но у меня, по-моему, закончился. И Vivienne Sabo карандаши для губ. Они у меня тоже, мне кажется, заканчивались. А вот Пупа есть, еще Пупа есть. А Vivienne Sabo закончился. Там, по-моему, 101-й, 103-й оттенок у меня был очень классный. И вот при помощи такого карандаша делаем пухлые губы. Вот, потому что я в губы ничего не колола. Никогда. И не хочу, честно говоря. Потому что, мне кажется, сейчас девушка с естественными губами, это более редкое явление. Я, кстати, ничего против не имею, но действительно, вот я иду по улице. И просто практически у каждой девочки, ну, у кого-то много, у кого-то чуть-чуть, но все равно подколото. Мне тоже хотелось в свое время подколоть особенно верхнюю губу, потому что она менее пухлая, чем нижняя. Ну, как-то, в общем, не сложилось, и сейчас не хочется. Ну, вот так. Теперь у меня есть губки. Так, и тушь, тушь пользуюсь совершенно разными. Сейчас у меня тушь от Guerlain, она мне очень нравится. У меня от Vivienne Sabo тоже была, от L'Oreal. Ну, в общем, и бюджетными, и небюджетными, классные. Накрасила ресницы, и когда я крашу ресницы, я всегда пачку верхний века, даю ресницам подсохнуть, и вот потом уже все это вытираю, пока наношу блеск для губ. Когда делилась в своем телеграм-канале, выяснилось, что вот эти средства многим сушат губы, но мне не сушат, я не знаю, чего это зависит. В общем, мне не сушат губы они. Сейчас, наверное, протяну волосы, потому что после дождя они стали такие пушистые у меня. Все, мой ежедневный макияж готов. А еще только, вот знаете, я так оттягиваю века и межресничку подвожу в подводкой фломастер. Вот такой вот он. Сейчас подведу. А я вчера, девочки, ездила на шопинг. Кто из Нижнего Новгорода ездила, я фантастику. Заходила в Личи, в Lime, в Love Republic. В Личи взяла очень классное платье, мне прям понравилось, оно хорошо село. В Love Republic мне тоже нравятся вещи. В Love Republic это просто не мои лекалы, то есть это не мой рост, и как-то по фигуре садиться не очень. Хотя вот взяла вчера много вещей, все померила, все не то. И в Lime тоже купила, там распродажи. Часть вещей взяла по распродаже, сейчас вам покажу. Это суперполезная рекомендация. Я нашла спасение для своей спины, потому что, конечно, с маленьким ребенком спина дает о себе знать. Хочется, знаете, снять зажим, хочется расслабить шею, расслабить позвоночник. На массаж не наездишься, потому что имеет смысл их проходить, я думаю, только курсом. Вот, машулька маленькая, я не могу пока, знаете, выкроить там 10 дней, допустим, каждый день ездить на массаж. Поэтому, какое спасение, это вот такой вот дипроллер. Этот роллер разработал корейский физиотерапевт. Обратите внимание на его форму, это не просто так. Именно этот роллер учитывает строение нашего позвоночника. Главное его преимущество, это коррекция осан в действии на позвонки всех отделов позвоночника. Смотрите, когда чувствую, что прям вот грудной отдел зажат, или хочется вытянуть спину, делаю пару прокаток на нем, либо могу подложить под поясницу и просто полежать. Могу подложить под шею и тоже полежать, порастягивать вот эту зону, понаклонять в разные стороны. У меня, кстати, этим роллером пользуется и муж, он тоже на нем лежит. Достаточно буквально провести на нем 2 минуты, поделать упражнения, которые есть в инструкции. А в инструкции все прописано, как им правильно пользоваться, как прорабатывать каждый отдел позвоночника. Пользоваться им могут дети с 8 лет. Выгодная покупка, которой может пользоваться вся семья, а по стоимости сопоставимо с одним сеансом у массажиста. У меня, кстати, вот такой вот набор. Набором приобретать выгоднее. Для начала рекомендуют использовать вот этот роллер. Когда адаптируетесь к большому роллеру, здесь воздействие идет более сильно, можно переключаться и вот на такой небольшой формат. Заказать дипроллер со скидкой до 30% можно прямо сейчас на Озон по ссылочке в описании. Ну что, мои покупки, я тут что-то уже вчера повесила, просто на вешалке, что-то еще в пакете. И вот это, как это не круп, то господи, майка лайм. И вот такие леггинсы, это дома я сейчас хожу, это у меня H&M. Я не снимала артикулы, вот это вот все, чтобы вам сразу показать, чтобы вы, если что, могли найти на сайте. Первое платье, в которое я просто влюбилась, я увидела его на сайте и ехала именно за ним. Это личи. Здесь такой небольшой разрез. Но вообще пуговицы, их можно расстегнуть и, соответственно, чтобы разрез был побольше. Мне оно очень понравилось. Оно есть в черном, в бежевом и в белом цвете. Но вот, мне кажется, черный прям замечательно сидит. У него есть вот такие вот платья, есть бантик. Сейчас вам покажу. Вот здесь бантик, на груди бантик. И в черном цвете оно как-то незаметно, а на других аляписто смотрится. Смотрите, значит, здесь идет такая крупная вязка. Это все, ну не то, что прозрачное, но как будет в дырочку. Поэтому какой-то телесный бюстгалтер или чашечка, они сюда нужны, потому что здесь это не предусмотрено. Ну и в черном цвете это не так просвечивает. Если наденете все телесное, будет вообще здорово. Дальше вот отсюда и до попы, значит, идет плотная вязка, ничего не просвечивает. И юбочка, она тоже такая с вязкой, но я думаю, это вообще незаметно, то есть ничего не просвечивает. Особенно, если телесного цвета надеть нижнее белье. Следующий комплект я вам покажу из магазина Lime. Сразу покажу цены, сразу покажу цены, размеры артикула. Это значит на футболку. И я взяла еще шорты. И вот такие вот шорты. Можете сделать скриншот и, если что, найти. Это не распродажа, сейчас примерю. Смотрите, вот такой комплектик. Очень классная, свободная футболка. Я взяла дома ходить, здесь на участке. Дома круглый год можно ходить. В общем, полосвободная, красивая, мне понравилась. Материал такой махровый. Ну, в принципе, в парк пойти гулять, почему бы и нет. И вот такие шортики. Вот, они тоже свободные, но при этом небольшие парашюты, потому что у меня бывает, что надеваешь шорты, они просто огромные. Нравится вот эта надпись здесь, такая же надпись на шортиках. Ну, вот так смотрится. Рукава свободные, нигде ничего не переживает. Почему очень удобный образ и с ребенком на детской площадке гулять. Вот, единственное, нету никаких кармашков, шортиков. Ну, я думаю, это не проблема. Так, девочки, сейчас следующий комплект вам покажу. Сначала артикулы, как обычно. Это шорты. Вот. И топ. Такой топ, он на завязках. Ну, на себе сейчас покажу тоже. Вот. Следующий комплект, он изо льна. Топ-шортики. Очень мне понравилось, как сели шортики. Такие же есть в черном цвете. В черном цвете есть такой топ. Но онлайн закончились топы. И у нас я тоже не видела. Шортики видела. Но шорты сами по себе очень прикольные. Я думаю, может быть еще черные такие заказать, потому что мне понравилось, как они сидят, как смотрятся. Бретельки регулируются, то есть можно повыше. Шорты завышенной талии. И тоже мне понравились, что они не смотрятся на мне. Прям, ну, как-то вот супер объемно. Они хоть и широкие, но выглядят прям то, что нужно. Вот такой комплектик. Девочки, взяла еще вот такую белую базовую футболку в рубчик. Кстати, вот здесь покажу вам. А внизу идут такие же бусины. Вот. Футболка базовая, белая. У меня в размере S. И взяла вот такую же серву. Она в рубчик идет. Сейчас я вам покажу. Вот. Артикул. Я думаю, что там просто названия разные. Взяла освежить. Это такая по фигуре. Еще мне там нравятся в них, ну, такие немножко оверсайз футболки. Тоже отличного качества. У меня белая, бежевая есть. И черная, по-моему. Ну, вот этих просто решила освежить. В общем, шортами хорошо. И еще взяла вот такой топ. Я бы, конечно, взяла в размере XS. Но его не было. Сейчас вам покажу. Хотя это не распродажа. Может быть, я просто не нашла. Но виски тоже нормально. Сейчас. На себе примере покажу вам артикул. Вот такой. В общем, такой топ с этими. Тоже отлично смотрится шортиками. И я его взмешиваю с такими брюшками. Сейчас я их тоже вам примерю. И сразу артикул покажу. Уже раз взяла. Они по распродаже. Вот. Я думаю, все видно. Вот так выглядит топик на мне. Здесь такой бантик. В общем, тоже с этими шортиками хорошо. Мне нравится. Мне даже нравится больше, чем с футболкой. Ну, и здесь вот есть небольшой вырез. Тоже смотрится супер. Вот такие брючки. Надеюсь, меня слышно. Я думаю, вы видели, как они сидят. Очень классные. Вот где-то посередину бедра там идет подклад. Вот, чтобы ничего не просвечивало. Но единственное, что нужно телесное белье. И все будет прекрасно. А так они вообще очень красивые. Я подобные мерила в Юджо. И они там стоят, конечно, значительно дороже. Но не так потрясающе сидят по фигуре. Как-то они тут все это сборится. Все это видно, этот подклад. А здесь прям то, что нужно. И несмотря на то, что крупная такая вязка, мне кажется, они меня не полнят. И сейчас покажу две мои покупки с Валберес. Вот такая рубашка. Смотрите. На высокий рост рукава будут однозначно короткие. Но они, наверное, вот так все-таки должны носиться как-то. Собираться. Она полупрозрачная. И очень классно, что она вот так завязывается без проблем. Видите? Вот. Значит, такая эта рубашка розовая. Я не том. Принесла это лайм. И в розовом цвете с Валберес заказала. Сейчас покажу. Тоже ее. И вот, видите? Материал поближе. А вот розовая. Она прям вот уже как рубашка-рубашка. Видите? Здесь и манжеты другие. Вот. Она вот такая. Но тоже ее можно завязать. Вот. Потому что у меня рубашка из лайма. Прошлогодняя. Нет, наверное, больше. И года три. Это лен. Вот ее так не завяжешь. Она такая оверсайз. А мне хотелось именно такую, которую можно было бы завязать и с платьем, и с юбкой. И с брюками. Вот. А материал другой. Не такой, как у белой рубашки. Сейчас буду делать себе ногти. Я сняла покрытие. Потому что оно уже стало там. На кончиках все облупилось. Значит, использую вот такую штучку. Кутикул. Ксфолиатор. И софнер. Он размягчает. Здесь масла. И какие-то такие частички, которые как раз-таки освежают, обновляют кутикулу. Она выглядит очень ухоженно после этого средства. И, в общем, нанесу либо вот такой вот крем для рук, либо вот такую маску. Мне эти маски дают, когда я делаю маникюр и педикюр в салоне. Вот. Это я уже сама покупала. Та же самая косметика, на которой мне делают маникюр. Ну и вот ватные диски. Я не буду ничего тут, ни палочкой ничего не отодвигаю. В общем, никак физически не воздействие на ногти, только уход. Сейчас доделаю маникюр, нанесу маску. Посижу с ней где-то минут 10-15. И будут у меня супер увлажненные, ухоженные ручки. Вечером поедем погулять. На сегодня буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok